У нас мама очень хорошая, она нас очень любит, никогда не дает плохих советов, всегда нам помогает в чем-то, если что-то случилось. Старший сын многодетной мамы Марины Серегиной – настоящий мужчина. За добрым словом о мамочке в карман не полезет. Всегда на готове держит казачью шашку, а вдруг сегодня мама нуждается в его защите. Разумеется, это шутка, но фанкировки шашкой Глеба научила именно мама, как и многому другому – рисовать, делать домашний сыр, шить и, главное, любить свою семью. Как воспитывать мужчину многодетная мама не скрывает. Роль мамы, я вам, наверное, скажу так, поддерживать их. Никогда не бить их по рукам, не говорить, что я сама, не надо, вы не так делайте. Это очень большая такая ошибка вот в нынешнем времени, когда женщина сама на себя взваливает эту ношу и потом сама страдает от этого. У нас распределено даже дежурство, у нас каждый день, они прям спорят, кто будет первой маме помогать, у нас каждый день мы распределили. Сыновья Глеб, Серафим и Тихон не только помогают маме, но и наравне с папой несут обязанности по дому. Долгожданную девочку семья ждет в этом декабре. В предвкушении прибавления все. Даже на семейной подделке мальчишки ищут место для ручки сестренки. Любви в семье накопилось столько, что дочка просто необходима, считает Марина. Я как королева живу. Они мне во всем помогают. Растут, так как мы живем, наверное, в деревне, в своем доме, они растут настоящими мужчинами. Мне кажется, это в любой многодетной семье так. Все за друг дружку. И это почему? И раньше семьи крепкие-то были, потому что многодетная раньше была семья, это когда 10 детей было в семье. Поэтому все за друг дружку, все друг другу помогали. Крепкая семья была. Как дедушка мой говорил, один карандаш легко сломать, а стопку уже трудно поломать. Благодаря маме семья Серегиных крепко держится традиций. Марина родом с Кубани. Оттуда дух казачества в семье. Умение фланкировать шашкой, шить папахи, варить сыр. Последняя стала семейным бизнесом, который ведет Марина. Сама хозяйка дома не считает себя бизнесвумен. Сыроварением она занялась тоже для семьи с единственным желанием, чтобы дети выросли на натуральных продуктах. Я одновременно и в семье нахожусь, и работаю. В первую очередь, как сказать, не работаю, а отдыхаю, так можно сказать. Потому что мне это очень нравится, заниматься родилием. Причем мальчишки у меня, старший и средний, младший пока у нас еще маленький совсем, А вот старший и средний, они уже понимают, даже какой мама сыр делает. Конечно, где-то что-то они мне немножко помогают, стараются спрашивать. В основном, они сейчас вот у них такой, они интересуются, какой сыр, как что надо, какая температура. Вот они стоят, наблюдают, им интересно. Так и живет семья Серегиных. С искренним интересом друг к другу, с большой любовью и открытой улыбкой. Счастье притягивает счастье. Философия многодетной мамы Марины. Конечно, бывает всякое в жизни. Просто надо оптимистически смотреть на жизнь и радоваться всему. Потому что Господь дает, даже если какие-то препятствия, Он дает для того, чтобы укрепилась ты и твоя семья. И надо просто их принять и прожить достойно.